МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которую задают, наверное, многие. Работа в местах лишения свободы. Это, что называется, осознанная необходимость? Она предусмотрена законом? Или получил человек срок и думает, что я работать не хочу, пожалуй, что я эти годы отдохну? В первую очередь, конечно, это обязанность, которая определена Уголовно-исполнительным кодексом, статьей 103. Каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах определяемых администрации и учреждения. Естественно, это обязанность. Но, помимо того, что это обязанность, это является одним из основных средств исправления осужденных. И это действительно так. Плюс второй немаловажный аспект, который есть, это гашение исковых требований, алиментов и исковых обязательств, которые либо своими преступными деяниями нанесли урон физическим или каким-то лицам. Соответственно, гашение этих исковых обязательств, это тоже обязанность осужденного. Просто вот что человек заработал, кстати, о том, что человек заработал. Опять же-таки, некоторые считают, что если человек попал в место лишения свободы, значит, он как раб будет трудиться бесплатно. Это как бесплатная рабочая сила. Что мы можем ответить на этот вопрос? Ну, здесь не совсем я согласен, потому что осужденный получает заработную плату. И в действительности, если он имеет исковые обязательства, соответственно, и у него удерживается и остается от заработных средств не более 25%. Ну, по этой категории. Остальные денежные средства погашают исковые обязательства, в первую очередь налоговое отчисление, и дальше идет уже удержание за их содержание. То есть это за питание, за вещевое имущество. То есть, и когда осужденный работает, с него эти все удержания, затраты, которые несет государство, естественно, удерживаются. Просто так, значит, осужденный не отбывает свое наказание за счет государства, за счет наших денежных вложений, скажем так. Это наша задача, задача в целом уголовной исполнительной системы, задача сотрудников в нашем регионе конкретно в данный момент из подлежащих обязательному привлечению к труду, трудоустроено и трудится 95%. 95% – это хорошая цифра, потому что одно время, я помню, некоторыми годами раньше был процент намного меньше. Переживали такие времена. Намного меньше, да. Средний российский процент составляет порядка 85-83%. Ого, мы превышаем средний российский процент. Превышаем, но работать еще есть над чем. Понятно. Мы сейчас поговорим об условиях, кому предоставляете работу. Вообще, где можно применить свои силы, потому что, как известно, силы у человека разные, да? Кому-то можно работать в том же цехе, да? И за швейной машинкой, и по металлообработке, а кто-то нет. Тогда те люди работают, есть где приложить, да? Это библиотека бывает, да? Это что-то еще. Вот расскажите об этом. У нас виды производства достаточно различные. В пределах одного учреждения есть и металлообработка, в основном деревообработка, традиционно швейное производство. И, скажем так, подсобная работа. Работа по хозяйству, обслуживанию зданий и сооружений, и в том числе по обеспечению, то есть осужденные, которые трудятся по приготовлению, допустим, пищи, или по ремонту электроснабжения, водообеспечения. Это тоже работа? Это тоже работа. Оплачивается? Только эта работа как раз по хозяйству обслуживанию оплачивается за счет государства. Я встречала в некоторых колониях, вот мне нравилось посещать, именно когда посещают, отдельная тема, это вообще люди, которые работают в теплицах, вот где выращиваются огурцы, помидоры, вообще сельское хозяйство, и там получают навыки, и такой урожай получают, немаленький, скажем так. Да. Мечта дачника. Мечта дачника. Есть такое, теплицы также продолжают функционировать, осужденные там трудятся, и самое главное и важное, то, что ту продукцию, которую они выращивают, те продукты, которые они выращивают, они используются для их же приготовления пищи. Для собственного питания. То есть, либо в кафе, которые присутствуют при учреждениях, либо в общих столовых. А вообще существует в исправительных учреждениях так называемая производственная специализация? Вот вы сейчас сказали, что в одной колонии может быть несколько производств, да? Ну вот, допустим, вспомним ту же самую ЭК-10, десятку, так называемую, да? Где несколько уже, наверное, десятилетий производят подшипники, да? Да. Это уже стало такой фишкой, что называемой, производственной колонии, да? Но это не значит, что там не производят другого. Есть, да, такие вот, которые, что называется, седлали одного коня и помчались сквозь годы? Ну, как говорят, все яйца в одну корзину не складывают. Да. Поэтому всегда может быть на определенных направлениях провалы, тем более с учетом введения санкций, тоже мы испытывали наши контрагенции, с которыми мы работаем, определенные проблемы. Но хочу сказать, что в целом все устояли. И благодаря тому, что у нас достаточно разнопрофильное производство, в целом удалось не то, что устоять, но нам удалось даже и расти. И в целом, если взять, в общем, по нашему территории, то есть по Тверской области, то рост объемов производства по сравнению с 2022 годом составил 23%. Это выше среднерегионального даже. Слушайте, это замечательно. Я вот на небольшую справку, что сейчас, да, в учреждениях, в исправительных регионах в наличии почти 2500 единиц технологического оборудования, это верная цифра, столько же рабочих мест, да, которые могут предоставлять. И среднегодовой объем промышленного производства превысил 815 миллионов рублей. Абсолютно верно, да. Мы, если говорить по исправительным учреждениям, мы назвали, что называется, разные уже виды производства, это обязательная швейка, она есть в каждой колонии или нет? В данный момент времени швейное производство есть в каждом учреждении Тверской области, в каждом. Это металлообработка? Это, наверное, первое, всего ЭК-10? Металлообработка у нас в основном представлена в трех учреждениях. Это первое учреждение в Твери, которое находится в 10-м учреждении, это тоже, да, Васильевский мох, и седьмое учреждение. Это в основном развито, где достаточно крупные заказы, достаточно объемное производство, и продукцию, которую производят данные учреждения, можно увидеть в сетевых магазинах, таких как, например, Леруа Мерлен. Это делают и суждают? Да. Изготавливают. Но если говорить о той же металлообработке, ведь нужны производственные площади, ведь это же не просто так. Все должно быть оборудовано и станки, и навыки. Абсолютно верно. Здесь, скажем так, наследство, которое досталось с далекого прошлого, с советских времен. В принципе, раньше многие учреждения организовывались на базе предприятий, куда привлекали труд осужденных, и вокруг этих предприятий, вокруг этих цехов строились, соответственно, уже учреждения. И здесь то же самое. И дефицита производственных площадей в настоящий момент мы не испытываем. Потому что, вы понимаете, что более современное оборудование, меньшие площади начинаем занимать для изготовления каких-то похожих изделий. Поэтому, в принципе, производственные площади у нас есть. На оборудование достаточно современное. Мы периодически приглашаем, проводим экскурсии, и пресс-туры проводим, и потенциальных заказчиков у нас, контрагентов, приглашаем, показываем, кто уже работает, как работает. У нас оборудование достаточно сильно обновляется. Достаточно современное оборудование. У нас есть и лазерная резка, плазменная резка, лазерная сварка, даже есть сварочные различные оборудования, покрасочные, там, порошкового напыления, полимерная покраска и так далее. То есть мы тоже не стоим на месте, тоже обновляем свои производственные фонды. Плюс из-за того, что мы работаем с коммерцией, с коммерческими организациями, соответственно, мы допускаем размещение их оборудования, то, что они купают. То есть они приводят свои оборудования. Да, мы предоставляем только услуги рабочей силы, так как сейчас, в принципе, достаточно большой дефицит рабочей силы на рынке труда, я имею в виду, за пределами забора. У нас в этом плане, конечно, относительная ситуация получше, потому что стабильно. То есть, да, у нас есть те же, там, 2, не 2, там, 3 тысячи человек, которые в данный момент трудятся, они, в принципе, как есть и есть. А конкуренция существует? Как-то вы представляете собой, может быть, конкуренцию тем предприятиям, которые на свободе, скажем так? Или вы находите каждому своё место? Я думаю, что, наверное, мы находим каждому своё место, но тут, с другой стороны, если бы коммерческим организациям было с нами не выгодно или не интересно сотрудничать, они бы с нами не сотрудничали. Да, они бы за колючий пролог у него ли не пошли. В первую очередь считают свои финансы, свои деньги, естественно. Человек, вот у вас развиваются различные виды производства. Человек на свободе занимался одним, он попал по приговору суда в место лишения свободы. Каким образом он станет квалифицированным, желательно, для вас работником на том или ином производстве? Как это происходит, как происходит обучение, и есть ли оно у вас? Да, безусловно, обучение-то есть, значит, на базе каждого учреждения имеется профессиональное училище, в данный момент обучение происходит по 18 специальностям рабочим. Естественно, в первую очередь это специальности, которые востребованы конкретным учреждением на своём производстве. Где есть производство конкретное, да? То есть, условно говоря, если это, допустим, 10 учреждение, необходимы токари, соответственно, токари. Необходим электрик, соответственно, это электрик. Это не значит, что каждый профучилищ у нас обучает по 18 лет. А обучение происходит следующим образом. Ежегодно составляется заявка от производственной службы учреждения в профучилищ, что необходимо обучить в этом учебном году такое-то количество человек по таким специальностям. Соответственно, готовятся учебные программы, и по ним дальше уже проходит обучение в течение учебного года. В среднем за год, учебный год, я имею в виду, проходит обучение в местах лишения свободы нашей порядка 1100 человек. Это такая внушительная сумма. Кстати, учитывается то, что одно дело, что есть в этой колонии, какое производство, а то, что когда человек выйдет на свободу, будет ли это востребовано, нужен ли этот токарь там на свободе. Да, у нас есть три основные направления. Первое направление, это, естественно, мы смотрим потребность непосредственно самого учреждения. Это в первую очередь. Во вторую очередь, как вы знаете, что у нас действует относительно новый вид наказания, принудительные работы. Это УФИЦ? Это УФИЦ, абсолютно верно. Во вторую очередь, мы должны учитывать потребности УФИЦа. В данный момент в нашей области функционирует таких, получается, четыре участка. Четыре, да, участка. Четыре участка, но ещё процесс строительства некоторых участков ещё идёт. Поэтому, во вторую очередь, мы учитываем вот этот факт, что потому что осуждённые из мест лишения свободы, которые по замене вида режима наказания попадают на принудительные работы, соответственно, точно так же там трудятся, и мы, конечно, готовим заранее, чтобы их там не обучать, они потому что сразу должны работать. Ну да, я помню, что я встречалась в одном из УФИЦ, по-моему, у нас в Твии, что человек на свободе был всё время поваром, да, а он работает по производству мебели или там что-то там приколачивает, он получил специальность. И он доволен, и мы расшифруем, давайте, это участок функционирующий, как исправительный центр, да, что человек, это смягчение наказания человека. Некоторым суды назначают, а некоторые идут как смягчение из колонии, да, попадают туда? Да, туда бывает по этому виду, соответственно, бывает из зала суда кто-то попадает, а те есть кому по замене, то есть более мягкий вид режима. Дмитрий Андреевич, я хотела спросить, вообще-то, вот вы работаете исключительно по заявкам, да, то есть нету такого, вот как вот вы говорите, вот у вас есть тоже план, у вас есть заявка, и осуждённые работают по конкретному плану. Вы уверены, что продукция, которая будет произведена, она будет, она подлежит сбыту? Да, мы на данный момент уже порядка, наверное, 85% своей производственной деятельности строим на оказании услуг для коммерческой организации, для наших контрагентов, с которыми мы работаем. Соответственно, мы работаем, как я говорил, в большей степени и на их оборудовании, и с их товарищеским сырьём. Соответственно, мы, по сути, только изготавливаем изделия, а реализацией, всем остальным, за приобретением сырья, реализацией, занимаются они сами, поэтому, естественно, мы подготовки. То есть это уже головная, такой головной боли нет? Да. Потому что одно время, по-моему, было такое, да, на вас возложены такие обязанности? Это в любой момент может каждое учреждение самостоятельно заняться, но когда проработан простой путь, когда есть надёжные партнёры, с некоторыми партнёрами мы работаем, тем же ГПЗ, да, более 35 лет, поэтому зачем рушить что-то? Дмитрий Андреевич, а вот есть желающие из бизнеса, сообщества к вам приходить. Были такие случаи, что вот как-то люди говорили, предприниматели, зачем связался я с этой уголовной исполнительной системой, да, неважно, что-то работает. Вообще-то, как работают ребята? Ну, скажем так, кто... И девчата, скажем так, в женской колонии. Кто первый раз сталкивается с уголовной исполнительной системой, то поначалу это проходит достаточно тяжело, потому что надо привыкнуть первое, что это режимный объект, соответственно, зайти, выйти не так просто. Завоз, вывоз продукции, либо сырья, это тоже не как на обычном заводе взял, заехал и уехал. Нет, это продолжительный по времени процесс, пока досмотр пройдёт и так далее, информация, документы. Поэтому, конечно, на первоначальном этапе многие сталкиваются и масса негатива от них. Но когда уже, скажем так, вникает полностью в процесс, когда получает уже готовую продукцию, когда у них этот, скажем так, закручивается колесо, тогда вопросов ни у кого нет. Желающих достаточно. То есть уже такой положительный опыт. А опыт и по трудовой дисциплине, он только положительный, я так думаю. Здесь и нет никаких, не может быть прогулов без неуважительных причин. Здесь не может быть тех самых запоев. Плюсы работы системы есть. Есть минусы, но есть и плюсы. Плюс, конечно, первый, это то, что не надо ничего охранять. Там всё охраняется. Это раз. Второй момент. Не надо ничего арендовать. Мы не можем сдавать помещение в аренду. Соответственно, мы просто предоставляем услуги рабочей силы. Мы предоставляем труд осуждённых. Мощности не надо. У нас они и так есть, вполне достаточные. Рабочая сила, она гарантирована, что... Мы понимаем, что у нас не может быть такого, что там осуждённый загулял и не вышел на работу. Соответственно... Или им не захотелось. Такого не может быть. Да, это его обяз. Поэтому, естественно, каждый осуждённый выходит на работу. Вопрос в другом, как он будет трудиться, это уже процесс воспитания. То есть добросовестно и недобросовестно, это уже наша работа. Это уже непосредственно работа сотрудников вашей службы. Понятно. Есть какие-то поощрения человеку, который перевыполняет норму? Допустим, как я помню, на студенческих отрядах коэффициент трудового участия. Вы помните? Ну, в принципе, можно сказать и так. Не только не коэффициент трудового участия. Ну, как у нас тогда было на свободе давно. Есть осуждённые, которые перевыполняют норму выработки. Конечно, есть такие осуждённые. И они в первую очередь сначала поощряются правами начальника учреждения. И это самое им позволяет уменьшить в сроках отбывания в местах лишения свободы и перейти на более мягкие виды режима, допустим. Либо уйти поусловно-досрочно, либо, опять же, в УФИЦ попасть, в другие условия содержания. Это в первую очередь. То есть они получают поощрение в виде благодарности и так далее. И второе, конечно, материально. Не так часто мы премируем наших осуждённых. Не так часто. Но раз в квартал мы стараемся наиболее отличившись, которые выполняют, естественно, этот фонд закладывать и их премировать. Объём производства большой. Я так вижу, что здесь вашими силами большая поддержка оказывается нашему Тверскому региону. Вы же и работаете и с государственными, и с муниципальными органами. То есть и по государственному заказу какому-то, наверное. Как здесь обстоит взаимодействие? Ну, взаимодействие, в принципе, если взять конкретно с нашим регионом, достаточно успешное. Поддержка этому на всех уровнях оказывается. Много мы даже в прошлом году брали муниципальных контрактов, помогали организациям различным, и школам, и садам. Продукции различные, начиная от изготовления мебели до монтажа, обустройства территорий, прилегающих заборов. Я знаю, детские площадки, да, вы делали? Да, есть у нас производство, но на данный момент мы, да, мы изготавливаем эти изделия, но сами поставщиками не являемся, потому что сертификат есть у организации, у нашего контрагента, который непосредственно занимается. Ну, понятно. То есть здесь помощь, она очевидна нашему региону. Новые производства, хотелось бы услышать, вот мы сейчас вспоминали о таких вот уже устоявшихся, но, естественно, что если пятая колония женская, единственная, да, у нас, это в основном швейка, да? Но там же они изготавливают еще какие-то полуфабрикаты, девчонки, да, делают? Да, есть. А они же еще, и там вышивальный аппарат такой замечательный стоит. Вышивальный аппарат есть. И с землей работают. А что еще новенького есть вот в тех же мужских колониях? Ну, точно так же налажен уже второй год у нас производства консервов. То есть мы изготавливаем и тушенку, мы изготавливаем и каши различные. То есть относительно... Но уже не из своих вырущенных, да, сырья, скажем так? Нет, нет. Это все вы получаете? Да, сырье покупное, мы своего сырья уже не изготавливаем, своего сырья у нас нет. А вы каким-то образом, не то что рекламируете, может рядовой покупатель или кто-то понять, что это произведено в местах решения свободы? Или марки, те, которые люди видят просто на прилавках магазинов? Кроме как по адресу указанной упаковки, где изготовлено, никак. Никак, ничего, никак не узнать, да? Да. Кто контролирует качество? Вопрос, который, наверное, тоже интересует всех, если вы изготавливаете. Это непосредственно при производстве существует свой технолог, там, да? Все, каждый этап проверит, проверим, да? Да, точно так же сдаем и на анализы и все остальное. Но в основном, так как мы работаем на услугах, понятно, что за ту продукцию, которую мы производим для собственных нужд, соответственно, отвечаем за качество мы и проверяем мы. Вот, а то, что для гражданского, скажем так, использования, это все в основном представители, заказчики конкретно, их сотрудники ОТК. Все проверено, да, как раньше ГОСТ можно ставить, да? По качеству, вот вы сами, вот вы сами, вот как вот руководитель такого направления, качество хорошее делают осужденные продукции? Ну, я скажу, достойное. Бывают нарекания. Ну, как и везде, как и на любых предприятиях. Бывают нарекания, бывает, но тут же, опять же, стараемся устранять, и в чем, скажем так, наверное, относительно плюс, то, что быстро идет у нас обмен информацией между заказчиком и изготовителем, конкретно нами, соответственно, свои недочеты мы тут же устраняем. А, кстати, вот как в других регионах развито производство, как мы смотримся в масштабах всей России? Вот вы сказали, 95% у нас занято, а в среднем по России этот процент меньше. А по производству есть такие, например, изделия, которые производятся только у нас, а не в соседних областях? Тяжело ответить, потому что производство уголовной исполнительной системы очень обширное, широко представлено. Если взять в целом, как мы смотримся на среднероссийской, да, вот этой площадке, то, ну, гораздо выше среднего, скажу так. Это хорошо. Обнадеживает. И есть куда стремиться, да? Да, но есть и будет. Можно сказать, что мы сейчас в чем-то прорекламировали продукцию, которую изготавливают осужденные. А вот как законопослушному гражданину можно ознакомиться с этой продукцией? Вот мы уже напоминали, что есть в крупных магазинах представлены товары некоторые. А, например, ту же самую тушенку, которую делаете, да? Что еще можно приобрести и где это можно сделать? Ну, в основном мы реализуем свою продукцию, так вот скажем, на ярмарках, на выставках. Ближайшая выставка у нас планируется приурочена к 145-летию ГАОН исполнительной системы. 12 марта у нас 145 лет. Да, соответственно, предварительно планируется выставочное мероприятие 13-го числа в здании ДК «Пролетарка». ДК «Пролетарка». ДК «Пролетарка», да, предварительно. Значит, также мы планируем 16-го числа будет выставка на улице Достоевского. Будет порядка пяти учреждений представлять свою продукцию, где ее можно также приобрести. Ну и, помимо этого, постоянно действующие экспозиции у нас есть в столовой. На улице Акжанова. Да, соответственно, там можно тоже зайти, посмотреть и так далее. Помимо этого, на сайте УФСИН России по Тверской области, соответственно, размещен каталог продукции, номер телефона отдела маркетинга, где можно позвонить, связаться, уточнить, что интересует, как можно приобрести и где можно приобрести. Мы говорили про разные виды продукции, у нас программа, к сожалению, подходит к концу, но нельзя не упомянуть так называемую сувенирку. Бывают такие вот мастера своего дела, просто вот то, что они делают из дерева, из металла, это просто хоть в музейную экспозицию. Эксклюзивная индивидуальная. Просто изумительные вещи. И вот на ярмарке те же самые шкатулки, наверное, из металла что-то, это всё можно приобрести. Всё будет. И несколько слов, вот, коль выпала такая возможность, может быть, обращение к тем предпринимателям, которые ещё не слышали, что есть такая возможность. Почему именно выгодно и хорошо работать с уголовно-исполнительной системой? Да, безусловно, мы ждём. Мощности, как я сказал, есть. Площадя, пусть в небольшом объёме есть. Свободные трудовые ресурсы, как я сказал, есть. На данный момент их порядка 200 человек. Поэтому всех приглашаем, всех ждём. Ещё раз говорю, наши плюсы определённые есть. В первую очередь, охраняемые объекты, гарантированные рабочие силы, относительно невысокие затраты. И в условиях санкционки это очень преимущественно выгодно? Ну, я цифры назвал, что рост объёмов у нас произошёл на 23%. Я думаю, что это достойно. Кто знает, что в регионе на самом деле цифры меньше. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Андреевич Завьялов, заместитель начальника УФСИН России по Тверской области, полковник внутренней службы. Мы ещё раз напоминаем, уважаемые друзья, что в этом году, 12 марта, УФСИН России отмечает свой юбилей. 145 лет. И по этому поводу нас ждут ярмарки продукции, которые производятся в исправительственных учреждениях региона. И, наверное, концертные программы с наступающим вас праздником, здоровья. Хочется, конечно, пожелать, чтобы ваших подопечных было как много меньше, чтобы больше было законопослушных людей. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, уважаемые друзья. Здоровья. До свидания.